Евгений Николаевич, совсем недавно Вас признавали лучшим тренером ФНЛ, вот теперь Вы работаете в футбольном клубе Тосно. Скажите, пожалуйста, вот работа вот в этом таком новом, очень таком амбициозном проекте, это очередной вызов вашей тренерской карьере? Ну да, конечно. Любая деятельность тренера, связанная с новой командой, всегда вызов. Вот если говорить о том, что с командой, понятно, что Вы проводили уже некоторое время, но по сути дела в таком режиме работаете, в режиме пока исполняющего обязанности главного тренера работаете полноценно вот этот сбор. Во-первых, в каком состоянии Вы приняли команду, и что сразу бросило в глаза первое впечатление? Не, ну, говорить о том, что я принял команду, неправильно, потому что я работал вместе с Александром Витальевичем, и как бы знал, на самом деле, в каком состоянии находится каждый футболист и команда в целом. И мы ушли на перерыв пятидневный после третьего сбора, собрались в Брау-Дюрсо для того, чтобы подготовиться уже непосредственно к первой игре. И смысл вот дальнейшей работы, он будет сводиться к тому, что надо будет готовиться в каждом микроцикле к конкретному сопернику. Вот учитывая недостатки и достоинства, как соперника, так и свои. Вот если говорить вообще об уровне первенства в ФНЛ, вот я беседовал и с ребятами, и со всеми ребятами, которые, может быть, следили, может быть, не следили. Вот на Ваш взгляд, Вы в этом первенстве, можно сказать, собаку съели, да, знаете, практически досконально каждую из команд. Уровень, он повышается постепенно или вот есть планка, которую пока не преодолеть? Нет, я могу однозначно сказать, что уровень повышается. Прежде всего, за счет, может быть, того, что стало в лиге, ну, почти не осталось значительно уступающих в мастерстве команд. То есть все команды подравнивались, и за счет этого возросла степень соперничества. То есть уровень сопротивления в каждой игре максимально высок. И, наверное, вот в такой среде как раз и происходит совершенствование. Понятно, что если уровень соперников очень высокий, и, в принципе, он практически одинаковый, то на первый план выходят какие-то футбольные хитрости, какая-то футбольная философия определенная. Вот философия футбола от Евгения Николаевича Перевертайла. Чего Вы хотите, чего Вы будете требовать от Ваших футболистов? Ну, если говорить о философии игры, то, прежде всего, это высочайшая организация командной действий. Вот. И индивидуальное творчество, вернее, творчество индивидуально сильных игроков в рамках этой организации, в рамках командной организации. Вот. Это интенсивность тренировок. Это рабочая дисциплина. И, если говорить о том, что важнее, атака или оборона, то здесь надо стремиться к балансу. Вот такая философия. А вот те футболисты, которые сейчас находятся в составе, которые будут решать задачу, поставленную перед футбольным клубом на сезон, они вписываются в философию и вписываются под те задачи, которые стоят? Надо понимать, что это, так скажем, общие направления философии, да? Я не говорю о деталях, о нюансах. Вот. Конечно, игроки, набор игроков, которые есть в ТОСНО, это для уровня ФНЛ очень сильные футболисты. И здесь важно правильно распределить их умения и мастерство, правильно найти правильную систему игровую и грамотно ей пользоваться. Вообще, игровая система, тактическая система, она, в принципе, это организация. Эта организация – это формация. И, конечно, она необходима для того, чтобы скрывать свои недостатки и разрушать систему игры соперника. Но, в любом случае, в большей степени результат определяет индивидуальное мастерство. Я считаю, что футболисты достаточно высокого уровня. Давайте тогда немножко по ближайшему матчу поговорим. Насколько хорошо вы знаете футболистов Sky Energy из Хабаровска? И чего можно ожидать от этой команды? Футболистов, насколько это возможно, я знаю. Возможности команды тоже. И могу сказать, что хороший тренер, хорошие футболисты, очень хорошо организованы. Есть свой стиль игровой. Я не хочу это обсуждать для широкой публики. Но хочу сказать, что мы знаем и достоинства этой команды, и знаем и звенья места. Ну и конкретно стараемся подготовиться именно к этой игре, как я уже сказал. То есть, то место, которое сейчас занимает соперник наш предстоящий, оно соответствует? Или на данный момент все справедливо? Ну, на мой взгляд, вообще, соревнования есть соревнования. И никуда не денешься от определения места у меня на таблице. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что уровень команд, он практически одинаковый. Может быть, ну, какую-то малость отличаются команды, которые находятся в лидирующей группе от середняков. Ну, Хабаровск, я еще раз повторю, команда с очень хорошими традициями и мощная команда. Нет больше вопросов? Спасибо большое. Спасибо.